всем привет мы продолжаем проходить дивинити оригинал синтри ну я мягко сказать разочарован во первых сцена с дьяволом но какого хрена дьявол интересуется приключенцами нашего уровня в Dungeons & Dragons всегда там первые четыре уровня это какие-то локальные герои то есть я не знаю остановить какого-нибудь совуха в пещере вот что-то такое но дьявол который нами интересуется это как если бы не знаю корпорация nvidia пришла в детский сад искать себе будущих программистов ну слишком уж задел на будущее это раз-два бои ну в общем то получилось очень плохо практически каждый враг кидает в нас чем-то ауешным в итоге ну вот я попытался пройти сейчас деревню гоблинов я просто взбесился потому что все персонажи оказываются на одном хп уже очень быстро да мы еще ничего не успели сделать нам приходится либо тратить ресурсы дико либо превозмокать терпеть ну в общем это не данженс and dragons от дивинити вы ну ну ладно как-то надо короче себя перебороть идти вперед но но блин лариан и конечно увы ладно гейл чувствуешь ли ты себя настолько же польщеным как я за нами ухаживает камби он ведь камбин значит наполовину человек точно либо папаша паса и пошалил суховом либо с мамашка сотку бом им не достает мягкосердечья но они слегка его исполняют это хвост том с рогами однако его похвальбе не стоит доверять столько слов об отчаянии значит в отчаянии он сам думаем от нас что-то нужно очень нужно это знание мы можем обернуть свою пользу но что может быть настолько нужно дьяволу наши души хотя подозреваю это он только начал торговаться позволь я сыграю роль адвоката сделки сделал слишком уж отчаянно он навязывает свою помощь так что не спеши отказываться но в общем то если смотреть на эту сделку с делом я пожалуй с ним согласен потому что но лучше все-таки заключить сделку с дьяволом а потом думать как вернуть душу и отменить сделку чем превратиться в летида из духа но в принципе да это вот наши варианты ладно давайте отдохнем и двинем дальше да где ты но в целом не знаю короче игрушка оказывается совершенно бесящий и не сбалансирует понятно что это ранний доступ но ну ларин и сделали короче что-то в своем духе и если это похоже на второй дивинити оригинал силу я бы но знаете в дивинити там чем фишка по крайней мере в первом второе не играл там ты на халяву можешь отличиться после боя да поэтому все вот эти вот всякие ловушки ауешной штуки это но он не может воду что перейти эй алло друг еще у тебя водобоязнь или что ладно давайте наверх залезем кстати нам туда и надо и они ну да ты после них лечишься и все а здесь по сути если ты вляпался в какие-то ловушки тебе после этого надо отдыхать то есть а поскольку у нас вроде как с вами такая тема что но время ограничено о песик что здесь произошло давайте потянемся погладить сад но запугивание есть но давайте попробуем дрессировка опустимся на одно колено чтобы показать что мы ему не враги отлично прошло пёс перестает скалиться и вопросительно склоняет голову на боксативной убедившись что ты ему ничем не угрожаешь он их поворачивается к трупу присмотримся к псу пса есть ошейник на нем написано кличка шкряп все в порядке шкряп пёс глухо жалобно скулит и склоняет голову погладим пса пёс нервно скулит словно просит продолжать пошли шкряп за мной пёс печально смотрит на мертвого хозяина он не двигается с местами ладно давайте протянем руку чтобы пёс запомнил запах смог последовать за мною сладко с обнюхивать твою руку вели хвостом знак понимания он знает как тебя найти вот новый компаньон а что у чувака письма письма и кожаные сапоги а что они дают да и ничего не дают хорошо давайте почитаем письма на чужие письма читать это просто прелесть но и кстати я забыл мы с вами не поменяли экипировку во первых было бы здорово нашему персонажу дать какой клуб но инвентарь практически не юзабельный пока что я я не знаю как они предполагали вот ну то есть я должен посмотреть в одно место в другое и решить что что-то надо экипировать да а волшебник оказывается был лук что волшебника нет лука и и как вот как скажите мне так вот волшебник наш экипировать лук у кого-то пропадает лук что что вот это вот вот отлично нет умения здорово ну хотя бы лук у тебя теперь есть но вот это вот вот этот вот сатанизм от какой-то трындец просто ладно я просто немножко раздражен игру ну так не делается короче вот грубое письмо 9 полы меня не вернусь город пока меня ищут твои наемные убийцы если хочешь получить долг тебе придется довериться мне явиться за ним лично иди на кладбище найди могилу с надписью м карвин раскопаю и найдешь достаточно много ценностей чтобы уладить наше дело искать меня не надо я без тебя узнаю когда мне нечего ничего не будет угрожать ага но журнал ничего не занесено мягкое письмо давин у нас родился мальчик красивый здоровый я назвал его в честь отца ждем твоего возвращения как можно скорее с любовью флора и давин младший и личная записка гомбик на обратном пути во врата балдора будут детям вдвойне здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников и не могу допустить чтобы мой лучший гонец безвременно сгнил день придорожной канаве будь предельно осторожен тише едешь дальше будешь главный почтер мейстер дата но выпустив как бы негатив и пар по поводу игры мы с вами пойдем дальше но правда вот короче короче то я расстроен конкретно так бывает знаете когда ты надеешься что игрушка будет прям уф и представляешь себе одно создатели представили себе другое 6 ладно кабан мертв вдруг мой сколько на него не смотрел живи не станет пойдем мы никогда не разберемся с нашими мозга слизнями если станем таращиться на любую падать внимательно смотрим трубка бана ну пожалуйста спасибо повторный бросок клин трубка бана выглядит свежим но он умер от силы пару часов назад вот и не видишь никаких следов ранений в общем то если бы у нас это сработало то мы бы с вами увидели на нем все дырки нас видишь нет ничего пойдем хватит время терять это всю историю видимо про то как астариан вампир прекрасно здесь трупики и в деревне гоблины я вот с ними как раз сразился и знаете меня за первый ход просто закидали всякими огненными банками огненными стрелами ну всем тем чего в данженс and dragons особо нет ну то есть нет они есть конечно но это скорее исключение а здесь они сделали это нормой это крайне раздражает потому что проведя один бой с четырьмя гоблинами мы с вами вынуждены так практически идти отсыпаться гоблины впереди я предчувствую неприятности поэтому я буду с их скамить вот либо нет сюда окружай я знаю что вы здесь выходить засек нас на молочага как говорится когда свинья знает что я режу шашлык смешнее выходит шашлыки не мечтая теперь пропустим мы тебя окружили а значит так еще шаг вперед сделаешь мы тебе морду стрелами отыкаем а можешь развернуться мы с жопой то же самое сделаем странный символ впечатанный вплоть светится сама и что-то внутри тебя волнуется откликаясь на это ладно давайте запугаем их а ну прочь дороге иначе первым делом вами займусь и у нас еще при этом преимущество есть цель 10 еле-еле 5 парня кажись мы с противником слегка просчитались ладно и девушка только нос несет куда не надо ну ладно а вот этот вариант как меня устраивает мы реально после этой битвы просто фишка в чем они кидают вот эту штуку жреца у нас нет и потом начинается кто-то остается на одном хит-поинте и и все ухты факел боевой топор старый ключ старый ключ а как его поднять а вот такого поднять и кинжал тогда старик и боевой топор и копье отлично кстати у нас что у девчули вообще за оружие потому что ой наш чувак кстати уже кажется перегружен естественно настольной версии ну не знаю мы как никогда за перегрузкой не следим потому что это лишний гемор который игре кайфа не добавляет но каждый играет да как ему нравится поэтому поэтому вот немножко разгрузили посмотрим что у девчули у девчули длинный меч 1 до 10 а боевой топор 1 до 8 1 до 10 двуручная ну да а просто у двуручного топора если не ошибаюсь а давайте кстати боевой топор возьмем ей урон тот же но опор вот так что еще легкий молот а вот здесь зато есть какие-то книженцы дневник из высокого утеса и о странных всадниках на странных всадниках на русский почему-то не переведено но вот дневник из высокого утеса можем прочитать ученица превзошла учителя мое мастерское оружие почти готово осталась лишь одна деталь самсон говорит что ничего не выйдет да что он понимает дальше своего брюха ничего не видит экспериментальный образец и чертежи я пока спрячу погоди у меня сэмсон твоя звезда закатится на ее месте возьми войдет звезда нового гения в общем никто не против того что мы здесь пошалим а в принципе уют случайно это случайно я надеюсь никто ничего не видел если мы можем из-под тишка тут творить непотребство это меня дело это сильно меняет дело во первых давайте возьмем круг древних руин активируем прекрасно так и ну что ж осмотримся домик всякий посмотрим полазим везде и по чуть-чуть везде полутаем домашние чудеса фандалина чудеса фандалина и правда ладно домашняя молитва а здесь что незатейливый сундук дверь дверь поддалась запись аптекаря зелье сна лечение противоядие и сундучок а длину на мы еще и сундук взяли а как бы его обратно выбросить вот я в общем то не сказать чтобы хотел его брать открыть мы его не можем а во можем пришлось отойти чуть-чуть опа зелье великого лечения прикольно но правда единственно что нам зелий довольно таки много сыпят это конечно радует и как бы спасает нас от счастья а что у нас там есть записи аптекаря весь журнал заполнен рекомендациями по выращиванию различных целебных растений одна запись подчеркнута отнести растения по особому указанию в подвал беречь от любопытных глаз подвал аптеки ладно у аптеки есть подвал ухты подвал да только наш персонаж опять перегружен нет еще нет бронзовое кольцо так а как-нибудь можно по весу отсортировать о можем отлепить можем прилепить обратно прекрасно товары разное это все это разное пока волшебнику сгрузим он сразу с нами ходить будет чем черт не шутит правда но ничего не весь на нее вот древко копья весь это сюжетный предмет это мы не будем отдавать но и традиционно да для ларинов куча всякого барахла есть в игре ну это правда немножко реализма дает потому что ну когда в игре только то что типа крестовая как-то но не совсем то а где подвал то ребят где подвал скажите мне что-то вот и куча должно быть хорошо куда-нибудь суда где вход подвал он же где-нибудь есть вот он деревянный люк такс и что у нас здесь здесь у нас во-первых камера явно уперлась потолок они нормально шторки какие-то и ничего не подсвечивается портрет аристократа книжный шкаф а по зелье устойчивости если царапина на полу то здесь наверно basic poison дневник доктора рецепты то есть у нас здесь чок крафт будет об свеч 5 нет свеча просто загорается а как-нибудь это можно подвинуть ой нет за бэйн губка бэйн точнее куртка бэйн может здесь какой-нибудь об нет просто зажигается да что-нибудь здесь может быть вещью которая активировала бы секретный ход постельное белье стыли лицами постельное белье цветка узорчества мха опять же она не показывается какая темно подбирается деревянный ящик есть ничего уж на стене а как анти кнопочка может такое быть я причем по карте вижу что там что-то есть но вот как это что-то активировать непонятно но нет видимо проверка на внимание какой-то момент была провалена а здесь есть как-то осмотреться что-то бросить рывок лишить сознания помощь прятаться отпихнуть акунуть отпихнуть не недопустимая цель то есть отпихнуть эту штуку мы не можем куча книг ничего естественно это мы взяли какой-то очередной ненужное барахло как же нам пройти видимо никак ладно ладно тут сдадимся хотя и жаль но тут целая деревня если что так что мы можем с вами еще посмотреть походить окно подвал уже отмечу а что в журнале кстати разборки с гоблинами был клинок фронтира полагает что единственный способ разделаться с гоблинами прикончить их вожака осталось его найти подвал аптеки а редкие травы все таки все таки должно что-то быть да эти попробуем еще разок туда спуститься может быть может быть нам повезет побольше в этот раз либо а это вот здесь сара нет это сверху светит правильно где исцарапанный пол скажите мне я вот разве что не в режиме от первого лица о недосягаемость это что такое не на это просто камень обычный кайф здесь я не вижу ничего чтобы можно было бы нажать о стоп отсюда залезть ну-ка и чего если мы сюда залезем можем сюда недостаточно места то есть это все таки просто для растений ли ли ну но в журнале даже есть запись получает о стоп картину мы могли как-то подвинуть это ага то есть просто мы выделяем и тащим хорошо а ты подруга ты можешь как-то этот шкаф сдвинуть с места ну то есть портрета мы можем метать всякие ведра тоже а вот остальное нам не дают ладно достаточно мы времени здесь с вами провели больше ничего не вижу и идей других нет увы блин а могли бы с вами разжиться редкими травами но нет не сегодня в но вымершие деревни как-то для вымершие она слишком живая даже даже оживленно здесь происходит так у них там какая-то туса счастливый поворот выглядеть кто тут у нас еще одна птичка полетать захотела прекратить и давай еще похлопай крылышками червячка получше а ты надеюсь высоты не боишься что вы делаете адвус сера она что это похоже твою мать летать без ключа позволь я задам вопрос по-другому почему вы так поступаете а по приколу вот почему веселье закончено не мимо отпустите гнома тебе нужно это вонючка подземная символ светится все ярче ты чувствуешь как тебе разливается сила власть не-не-не-не-не-не-не я не позволю обижать невинное существо значит будет драка такая вы сейчас серьезно говнюк наш нечего было нарожен вперед убей его и традиционно впереди оказывается наш персонаж да хотя смотрите-ка а товарищ рога товарищ рога может переключиться во первых на два оружия два оружия а и во вторых из-под тяжка и гоносного отлично все толкать его да не не надо так у ю благословения а ладно благословение ничего страшного даже смотрите ничего горящего у нас не кинули пока как-то это неожиданно девчуля давай понеслась а что у нее есть потратить кубик превосходства чтобы нанести дофига урона до сдается стой я сдаюсь пощади умоляю я много чего знаю оставишь меня в живых я все расскажу клянусь говори я оставлю тебя в живых если мне понравится то что я услышу тут тут рядом разбит наш лагерь я могу провести туда без базара вы его пограбите вообще что хотите там есть тайная тропа к лагерю за мостом надо перелезть до первой заставы проще простого блин хорошая ли идея его отпускать ладно беги гоблин а то я сейчас передумаю спасибо и прощение прошу да и счастлива не самая лучшая идея его отпускать что что поделать а я бы снял таки вот этого товарища гнума заданная овца а где гну вот он как нам нам надо мельницу остановить полагаю что да люк подземелья тяжелый рюкзак посмотрим что там там не штички по мелочи но я думаю опять же собирательство мусора особо мы заниматься не будем разбитая винная бочка мешок над все видимо пустынные довольно таки вещи пустын пустын так нам с вами надо снять вот того товарища прикольно если было какая-нибудь мини-игра на это нашли вход только рычаг тормоз рычаг отпустить тормоз давайте тормоз вот отличненько залезем наверх что это нам даст правда ух ты у них тут дохлая какая-то штука и пара ништячков видимо до этого нас как раз таки с вами забрасывали огнем алхимика где он он снизу остановился то есть мы прям четко своим все сделали хорошо хорошо и давайте давать о я вот что вспомнил с вами забыли кису призвать без квазит может пугать врагов отвлекать врагов замедлять врагов без них все-таки нравится больше все это и дополнительные 10 хп которые на дороге не валяются ну и давайте развяжем этого чувака освободи меня освободить его мага камара вонючий мерзавцы ну давай делай что хотел уж не знаю кто-то там такой делать что ты меня спас теперь будешь требовать денег ты мне ничего не должен ничего нет конечно если те от этого легче станет я могу и вымогательством заняться надо мной издеваешься зуб даю найдешь мой рюкзак забирай себе гоблин это поймали меня только из-за его вес отныне впредь я буду странствовать налегке далеко-то забрался для глубинного гнома невежество живое процветает как я погляжу не все глубинные гномы всю свою жизнь живут подземья если ты не в курсе я например много лет прожил во вратах балдура еще старого друга если он попал в передрягу вот видишь эту штуку я ему когда-то подарил еще до того как ушел из дома я видел ее на шее какого-то дуболома в нижнем городе она была заляпана кровью а мой друг как сквозь землю провалился все еще надеюсь что он жив поэтому я иду к нему домой в подземье выяснить что произошло я всегда помогаю друзьям а теперь позволю отклониться счастливо оставаться если нам суждено встретиться снова значит встретимся неплохо а что ж с этим хотя бы мы с вами закончили а подвал я так понимаю никуда не уйдет но но мы не можем там ничего найти вот этих ребят может стоит попробовать тихо спать тяжко повырезать а если у нас выйдет то почему бы нет они они меня огнем закидали в тот раз я вот хочу с ними на эту тему поговорить об так типа мы спрятались и типа мы такие довольно драться любишь тогда подеремся вот так вот пройдет ну на этот раз мы кстати готовы ты далеко ой бедняга так и наш фамильярчик делает пусть критически промазал рога 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 у тебя вот так вот и бок так омак куда-нибудь вот сюда слишком высоко но давайте смотреть что они будут делать они ничего не делал они гоблин следопыт таки перемещать но даже не знаю мы можем вот так вот выходить кидать какой-то лович было не дотягивать и отходить вот так о а фамильяр а фамильяр может тем временем перелететь только туда он не долетит но вот сюда он долетит но давайте фамильяр халяв помним об этом о и вне хватает еще времени на вкус прекрасно рога стоит как давайте ждать а как они сверху на нас сон кидают но ребят так вы немножко невыгодной ситуации кроме того что вы умеете через через стены стрелять это вот вот что я говорил и возмущался ну да ладно с этим сейчас мы что не сделаем и видите постоянно они стреляют огнем там каким-то прочим путь перекрыт путь перекрыт то есть у нас вот так не получается может там дырка конечно есть гоблина следопыт хотят объем и и что и вот сюда можем прилететь о можем отсюда прилететь этому фамильяр сейчас отбой за нас и проведет вот еще ты стой и маг сюда даже вот так вот максимально разойтись попробуем вот они как-то находят места откуда они могут нас атаковать при этом мы этих мест не видим мы не знаем согласитесь довольно таки приятно оказываться на месте но по сути нпс то есть обычно игроки так разделывают кого-нибудь а тут ну у нас не отравили жаль а мы можем толкнуть мы не можем толкнуть ладно ну ждем ай как прекрасно я как прекрасный как мне интересно главное ой я не спрятаться хотел но да ладно ребят я загружусь в общем это была коротенькая зарисовка все что вы хотели знать обалдур звете но боялись спросить ну потому что если есть какой-то челлендж он должен быть хоть немного честно а когда мы с вами стоим снизу и нас просто могут расстреливать сверху это не в кайф хотя когда мы такое делаем с компьютерным персонажем это свое время в свою очередь то есть возможно это месяц за все те моменты когда кто-либо когда-либо 4 возможно я не знаю а тут ничего нет зато вот здесь есть сундук в котором лежит небольшая побрякушечка не любопытно про этот зайцы сможешь рассказать подробнее побрякушки в этот раз нет видимо она генерится рандомно потому что а в прошлый раз когда я открывал этот сундук в нем был еще драгоценный камень ладно а вымершая деревня но вот тут дальше есть лагерь гоблинов о кстати тут гоблины рядом с деревней она они полна нас не нападут не этим гоблинам на нас пофиг видимо ровно как и тем которые от нас бежали а что ж тогда будем перемещаться сторону лагеря гоблинов тут везде есть чё посмотреть вроде как но вроде это просто пейзажи и ничего скажем ли лазарь на что похож астральный план не страшно любопытно каков вся твой дом и вот мы с вами в обход получается дошли до лагеря гоблинов по сути да на почему мы эту часть вымершие деревни не осмотрели не знаю о-о-о ну-ка ну-ка там кто-то интересным там кто-то очень интересный что здесь происходит на вкус как курка не курка рыбка тай славы господа видеться прилично подобные споры могут отбить весь аппетит к тому же на вкус свинка а это еще что за сюрприз братья мои глядите я вижу еще один обед на ножках и с хвостом удача была склонна к нашим желудком скажи мне незнакомец ты друг или еда пусть ответом станет ее знак покажи если на тебе клеймо абсолюта скажу даже больше и один из избранных адептов абсолюта и должно быть легко обмануть но не очень но у нас получается неужели какая жалость что мне не суждено отведать твои плоти маска и да и да но книга друг и огор с большим словарным запасом я восхитителен не правда ли сбалансированная диета помогает развить острый шум я видишь ли гурман а ты деликатесик если мне конечно повезло а я вижу на тену нет клеймо мне нет дела до абсолюта да и до остальных богов и что он в лады ком поклоняюсь я живу воде и алчности гоблины понимают свои аппетиты они удовлетворяют мою любовь к золоту а все остальные любовь к мясу торши гоблин дают золото мы смотрим клеймо сделка молчать ха забудьте про гоблинов давайте вы будете драться на моей стороне я апологе товарно-денежных отношений и вымогательства и экстушен давай же сделай мне предложение искуси меня я буду платить тебя плоти убитых врагов не ждать вала ну-ка пост готов гоблинов поесть гениальное замечание и услада для моего усветенного голодом черепа по рукам мой сладкий пирожок то есть и кибу возьми мой боевый урок подой в него лишь один раз и земля содрогнется именем нашего клана используя его когда придет беда но не мгновением раньше угар всех убивать а потом всех жрать хорошо сказано воистину угры всех убивать а уходим мы будем поблизости когда понадобимся подой в руку у уху слушайте вот это классно а вот это здорово так но нам бы нашего персонажа как нити разгрузить немножко давайте чем все же товарищу могу перекинем всякую шляпу шнягу и прочее ненужные нам вещи молот и лопаты релки ничего не весят что что столько весит скажите мне золото золото ничего не весит а курточка о уже лучше а есть у нас еще какая-нибудь курточка пакел пакел длинный меч а что ж у нас с вами теперь появился новый союзник причем совершенно бесплатно то есть мы могли эту балку сломать и в принципе этих чуваков погрести под ней но зачем если можно ну как бы выгодных использовать своих интересах ну да ладно знаете что на этом пожалуй мы с вами этот эпизод закончим а следующий раз мы дойдем с вами до лагеря гоблинов и попытаемся там как бы что-то разобраться и на самом деле при предыдущей записи этого видоса туда добрался но решил что слишком уж галопом по европам и действительно вот эту вот эта местность с ограми я пропустил но исправился ладно со увидимся с вами завтра а пока спасибо миша лебедева миша фамино звуклики андрея фиолетово алексея смирнову не тот поворот сергей game сроки бальбова антона цера за то что продолжают поддерживать наш канал ну и всем вам огромное спасибо до встречи удачи пока 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 пока